Ивановский планетарий оборудует до конца этого года. А вот первых посетителей он сможет принять после зимних каникул. Откроется планетарий на базе школы-музея Литас Клио. Уже давным-давно подготовлено небольшое помещение площадью 36 квадратных метров с высоким потолком и черными стенами. Здесь разместится каркас на вакуумный купол диаметром 5 метров. Наконец, горожане смогут осмотреть не только богатую экспозицию музея, но и стать ближе к звездам. Это должно быть одной из точек развития в туристическом отношении города Иваново, потому что коллекция действительно уникальная, которая там собрана. И поэтому всех жителей города я приглашаю этот музей посетить. Ну и, конечно, планетарий, когда он откроется. На оборудование выделили полтора миллиона рублей. Его уже скоро начнут монтировать. За дело возьмется нижегородская фирма, которая является ведущим дистрибьютором контента для цифровых планетариев. Изначально планировали поставить зеркальную систему, так называемую. Но так как у нас выделено полтора миллиона, мы посмотрели, что на эту сумму лучше поставить гораздо качественную, более качественную аппаратуру, которая нам даст высококачественную картинку, которая позволит погрузиться, полностью ощутить все прелести в сферическое кино. Задача школы-музея Летосклео – формировать у детей научное мировоззрение. Пока астрономия находится за рамками школьной программы, здесь будут восполнять эти пробелы в знаниях. Вся структура музея, вся наша концепция построена таким образом, чтобы формировать у ребят единую картину мира. И вот как раз разработана специальная программа, специальный музейный цикл, называется он «Путешествие в мир Земли и космоса». Когда детишки начинают сначала изучать планету Земля, потом истории жизни на Земле, потом развитие цивилизации, постепенно мы их подводим как раз к космической тематике, рассказываем о том, что все-таки будущее наше в космосе, и как раз планетарий является это важным связующим элементом в этом едином цикле. «Планетарий» рассчитан на 15-20 мест. Здесь будут показывать фильмы на астрономическую тематику. Кроме того, оборудование позволит использовать программы для демонстрации космических явлений. Посетителям музея ждет еще один сюрприз. Здесь установят цифровой микроскоп, имеющий возможность вывода изображения на большой экран с функцией записи, фото и видео. Он станет главной достопримечательностью зала «Путешествие в микромир», который предваряет знакомство с мегамиром в планетарии. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, Денис Денисов, РТВ Иванова. Субтитры создавал DimaTorzok